Волгоград, Саранск, Краснодар, Геленджик и Сочи. Гимнастки именно из этих городов стали участницами первых спортивных сборов, которые прошли в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация», открывшейся на Черноморском побережье, в спортивной столице России, в Сочи. Эмоции переполняют с порога, тут все на высшем уровне и по последнему слову. Попав в гостиницу при Академии, юные гимнастки признались сразу, почувствовали себя как дома и даже лучшее в их распоряжении более ста комфортабельных номеров. «Алена, смотри, как тут красиво, даже листы есть специально для нас, наверное. О, душевая кабина. Все в розетку, калатики будем с тобой лететь. Хорошая душевая кабина, даже вошла душа, типа массажа. Тут вообще все шикарно. Полотенцам больше чем надо. Тут все прямо высшего класса». Этот спортивный комплекс построен «Газпромом» в рамках благотворительной программы «Газпром детям», цель которой – развитие массового детского спорта, залога здоровья нации и будущих мировых рекордов в спорте высших достижений. А нынешние первые гимнастические сборы стали рождественским подарком детям от благотворительного фонда Алины Кабаевой. «Зал очень шикарный, светлый, большой, красивый. Большое количество площадок тренировочных, соревновательная площадка одна. У нас, конечно, в Геленджике таких залов нет и близко. Вот такой принцип, когда все в одном месте, очень помогает, концентрирует на лучшей работе. Очень удобно». Это буквально город в городе. Сотни детей и их тренеров одновременно могут находиться в этих стенах и при желании не покидать территорию этого спортивного оазиса. А тут есть все. Вот, например, универсальная спортивно-концертная арена для выступлений. Кстати, именно здесь в начале декабря состоялся международный турнир «Небесная грация». Здесь также есть медицинский центр, оснащенный самым передовым оборудованием для реабилитации спортсменов, бассейн олимпийских размеров. Особая гордость Академии издала хореографии, наполненные светом и музыкой, кафе и столовая для детей и взрослых. К меню тут особые требования, минимум калорий и максимум пользы. А в перспективе тут можно будет не только тренироваться, но и учиться по школьной программе во время спортивных сборов. Для этого здесь предусмотрены классы, библиотека и кинотеатр. С высоты птичьего полета Академия напоминает гигантский гимнастический обруч в окружении восхитительной садово-парковой зоны. К сожалению, в городе Герой у нас все плохо с залами, а здесь нам выдали целый ковер, целый помост, целую площадку. И, следовательно, уже в таких условиях дети видят себя на видео, дети видят себя со стороны, дети смотрят на других тренеров, на других гимнасток. Начинается свое, собственно, какое-то соперничество, спортивный дух. Это самый большой толчок для спортсмена, который он может сделать, самый большой шаг. Академия Небесной Грации должна стать буквально родным домом для юных гимнасток со всей страны. Круглогодичной базой для региональных спортсменов, где они могли бы тренироваться, учиться и отдыхать. А еще и основной площадкой для ассоциации клубов художественной гимнастики, которую недавно организовала Алина Кабаева. Здесь можно большие риски сделать, высокие риски. А, например, в другом зале вот такие низкие потолки, они... сделать такие риски нельзя. Тут нету белого снега, который закрывает все. Тут очень тепло довольно-таки, чем у нас в Саранске. И мне тут нравится. Тут заряжаются не только дети, но и те, кто помогает им достичь спортивных и творческих высот. Вот, например, хореограф Екатерина Белова, бывшая солистка прославленного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Сегодня она делится секретами грации, красоты и гармонии движения с юными гимнастками. В художественной гимнастике это отдельный вид детей. Они настроены на работу, они готовы работать из последних своих сил. То есть это не просто дети, которые приходят в какие-то танцевальные коллективы, где часто бывают из-под палки работы. Нет, они конкретно настроены на победу и на улавливание всего того, что дает им педагог. Каникулы без отрыва от тренировок для этих детей не наказание, а праздник. Настоящим подарком, которому стал эфирный показ международного турнира «Небесная грация» прошедшего. Совсем недавно именно в этом зале, еще не остывшим от соревновательных эмоций. И еще один сюрприз ждал участниц первых спортивных сборов в Академии «Небесная грация». Их приехала поздравить Алина Кабаева. Мастер-класс от такой наставницы дорогого стоит. Опытный взгляд легендарной спортсменки сразу определил будущих чемпионок. Держишь себя за станок? Шаг, бумс, задняя. Давай. Вот. И до зеркала. И пять. Молодец. Все. Вставай. Ну и, конечно, в заключении подарки и напутствие от олимпийской чемпионки для всех гимнасток. В мире такого комплекса нет. И такое счастье, что у наших детей и в нашей стране есть. Когда я была маленькой, я от этих возможностей даже и мечтать не могла. Но, как показывает жизнь, невозможное – возможно. А Россия – наша страна больших возможностей. И поэтому у нас есть прекрасный комплекс Академии художественной гимнастики, где могут тренироваться такие дети, как вы, из регионов и делать свои первые шаги в наш большой спорт. Поэтому всем вам удачи. Спасибо! Спасибо! Спасибо!